здравствуйте предыдущем видео мы подготовили наш компьютер для работы в этом видео я постараюсь объяснить вам логику создания приложения на android studio а также проверим корректность работы ты же самый android studio запускаем новый проект перед нами появляется форма которую нужно заполнить имя приложения назовем его тест советую называть приложение понятными именами чтобы потом в дальнейшем самим же в этих названиях не запутаться вторую строку нужно заполнить вот таким образом вы придумай придумываете три слова разделенных точками я обычно пишу всегда вот так ру . тест . и сокращенно слово application что значит приложение об ру . тест . ап на что влияет это имя в дальнейшем когда вы будете публиковать свои приложения в google play часть ссылки на ваше приложение будет содержать эту строку открывая любое приложение вы можете увидеть вот оно окончание у всех приложений разные у всех приложений уникальные поэтому придумывая название проявите немножко фантазии чтобы ваше название не совпало с каким-то другим которое уже было загружено в google play вот допустим вот такие длинные названия которые точно не повторятся дальше место хранения нашего приложения нельзя указывать путь который будет содержать кириллицу допустим я сейчас добавлю какую-нибудь кириллическую букву и у нас сразу вылезет предупреждение вот оно красным цветом не распознает android studio такой путь поэтому создавайте папки с русскими с латинскими символами я на диске d создал папку называется ворс android вот здесь я буду хранить свои проекты окей ни одного кириллического символа нажимаем далее сейчас нужно выбрать под какое именно устройство мы будем писать наше приложение телефон и планшет это телефон и планшет дальше часы дальше телевизор android авто и google очки google глаз мы будем писать наше приложение под телефон и планшет выбираем версию которая будет поддерживаться версию устройств которые будут поддерживать наше приложение версии много начиная от 1 0 и кончая самый последний это 606 x даже есть какую выбрать заходим в поисковую систему и пишем вот такой нехитрый поисковый запрос а какая версия android нет не правильно самая распространенная версия android на на 2016 год переходим по первой ссылке и вот у нас статистика самая распространенная версия android 4.4 35 процентов всего населения земли использует android 4.4 ну и дальше если пробежаться по остальным версиям мы увидим что достаточно большой большой разброс процентном соотношении различных устройств если вы выберете более раннюю версию например 4.0 то все поздние версии 4.1 4.2 5.0 6.0 будут поддерживаться но если вы сразу выберете самую последнюю android 6.0 для самых новых устройств то уже старые устройства не смогут поддерживать ваше приложение поэтому советую вам выбрать версию пониже допустим 4.0 и вы охватите всю аудиторию которая использует устройство выше android 4.0 android 4.0 ice cream ice cream сэндвич нажимаем далее здесь нам предлагают добавить к нашему приложению визуальное оформление выберем вот такой вариант basic activity нажимаем next ст эти строки менять не нужно оставим их такие такими какие они есть нажимаем финиш и идет построение нашего проекта на рабочий стол android studio у нас загрузился рабочий стол с нашим тестовым приложением вот вот называется ап называется тест но здесь отображается на рабочем столе как ап есть вероятность что при первом запуске у вас внизу вот здесь будет отображаться ошибка чтобы ее убрать нужно перейти окно файл другие настройки выбираем второй пункт и проверяем путь к инструментам у нас должен быть такой какой мы указали при настройке при подготовке компьютера к программированию d android sdk и второй путь где у нас лежит установленная ранее gdk последней версии у вас путь должен быть вот если вы делали как в первом видео вот именно такой c program files java gdk 1.8.0.92 если путь не такой то изменяйте и нажимайте ok у вас пройдет такая загрузка подготовка android studio к новым данным она может занять где-то минут пять десять в зависимости от того какой какой мощности у вас компьютер и затем это ошибка пропадет давайте рассмотрим структуру папок нашего тестового приложения наше приложение устроено таким образом начнем с визуальной части у нас имеется визуальная часть это область которая отображается на экране телефона вот если мы перейдем к приложению то это папка app res layout activity main activity main .xml если мы запустим этот файл кликаем по нему два раза у нас отображается визуальная часть устройство Nexus 4 и вот сам телефон в моем примере где я буду рисовать это синий прямоугольник вот этот телефон дальше часть в которой будут происходить все вычисления этот файл находится в папке java app test app . test.ru . тест запустим этот файлик также два раза по нему кликнем и мы видим вот файл полностью состоит из кода . расположим его ниже . 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 И расположил я его сюда, вниз, тоже для наглядности, чтобы вы лучше поняли. Вот таким образом. Этот файлик у нас находится. Файлик, не файлик, а визуальная часть находится сверху. Здесь будут отображаться кнопки, текст, еще что-нибудь. Часть с кодом располагается в самом низу, в нашем рисунке. Вот так сделаем. Сделаем, пускай это будет у нас код. Вот таким образом. Эти части между собой связаны. Сейчас объясню, каким образом. Приложение начинает свою работу вот из этой папки. Папка «Манифест». Давайте ее тоже запустим. Запустим этот файлик «AndroidManifest.xml». Самое начало нашего приложения. Код начинает свое выполнение сначала, потому что код – это инструкция для компьютера. И, читая код с самого начала, доходим до этого места, activity – name – main activity. Это значит, что начинать будем именно отсюда. Файл – main activity. Где он у нас в папках расположен? Это здесь. Java – main activity. Вот он. Main activity. На нашем рисунке это файлик. Вот так я его сделаю. Называется он main activity. Чтобы было очень понятно, я здесь его подпишу. Main. Вроде правильно написал. Main activity. Да, вот он. Не «узи». Ошибся. Main activity. Черный. Main activity. Синяя область. Область визуальная. Называется activity. activitymail.xml activitymail.xml Вот так сделаю. Вот таким образом. Думаю, что достаточно понятно. Сейчас мы попробуем запустить наше приложение и посмотреть, что из этого у нас получится. Для запуска нажимаем «Зеленый треугольник». Сейчас будем создавать виртуальный телефон, на котором и будет тестироваться наше приложение. Нажимаем кнопку «Создать новый эмулятор». Предлагаю выбрать самый первый вариант. Категория «Телефон». Имя «Nexus S». И вот такое разрешение экрана. 480 на 800. Дальше «Next». У нас оказывается только доступен маршмеллоу. Нажимаем «Next». Ориентация экрана вот такая. Это книжная. Это альбомная. Выберем книжный. И финиш. Идет сохранение нашего виртуального устройства. И видим, что оно у нас появилось в списке. Нажимаем «Ок». Далее. Эти операции нужно будет проделать только один раз. И дальше при запуске виртуального телефона у нас все будет происходить автоматически. К тому, что все уже будет настроено. Финиш. Запуск может занять достаточно длительное время. Особенно первый запуск. Поэтому нужно подождать. Загружается наш виртуальный телефон. Вот уже появилось окно с ним. Вот мы видим. Загрузилось наше приложение. Называется оно «Тест». Вот приветственная надпись «Привет, мир». У нас виртуальный полноценный телефон. Мы можем перевернуть наш телефон в горизонтальное положение. Справа много функций, которые нам доступны и которыми мы можем пользоваться. Левой кнопкой мыши мы приближаем экран. Левой кнопкой мыши мы приближаем экран. Правой кнопкой мыши мы экран отдаляем. «Тест». Функций очень много. «Тест». Вот и все. Краткое знакомство мы прошли. «Тест». Представление получили о том, как располагаются элементы внутри Android Studio. Наглядно я вам это показал. Дальше будем уже конкретно писать игру по четко заданному сценарию. Переходим к следующему видео, где будем дальше изучать Android Studio.